На сцене и калинка, и лизгинка. В День России над площадью звучала национальная музыка народов, населяющих Черноморское побережье Кавказа. Мы здесь родились, у нас многонационально, мы росли, выросли все, многими нациями. У нас дома не было в молодости, а сейчас просто хорошо сделано. Вот хорошо. Так что наш родной город, праздник, веселье. Замечательно просто, настроение отличное, позитив полный. Как говорится, будем жить всем чертям на зло. Представители всех 30 сочинских национальных общин гуляли широко, как говорится, по-русски. Каждый гость праздника смог познакомиться с народным искусством и творчеством. Прогулялся по импровизированной ярмарке и глава курорта Анатолий Пахомов. День России – это день моей родины и день всех моих горожан. Естественно, мы достойно празднуем этот праздник. С учетом того, что город Сочи – это многонациональный город, то в этом празднике принимают участие все наши 120 национальностей. И они показывают свою культуру, показывают свою историю, свое искусство. Перед публикой выступили солисты сочинской филармонии, хореографические коллективы. Но главными звездами вечера, по общему мнению, стали самые юные артисты. Дети блистали талантом и заводили толпу, как опытные профессионалы. А в Краснодаре горожан в этот день поздравили губернатор и мэр Краснодара. Вениамин Кондратьев отметил, цитирую, «Сплоченность россиян раздражает многих в мире, но наша страна не сломается ни перед какими трудностями». Мы помним наше прошлое, мы помним наши победы, мы помним наших героев, прошлых и настоящих. Для нас честь быть гражданами этой огромной, многонациональной, красивой, сильной и богатой страны. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин жестко и последовательно отстаивает интересы России на внешнеполитических рубежах. А мы должны здесь, внутри, сплотиться вокруг него и сделать нашу страну еще сильнее изнутри. Нам многое, что предстоит сделать для того, чтобы передать нашу красавицу Кубань нашим потомкам. С праздником, друзья! С Днем Великой России! На сцене Вениамин Кондратьев вручил паспорта подросткам, которым к этому моменту исполнилось 14. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ».